А сейчас я расскажу, как настоящий патриот должен видеть невидимое и слышать неслышимое. В сети появилось видео, и об этом видео сейчас сообщил ряд украинских СМИ о том, что видео есть с Ефремовым, где он призывает прийти в русский мир, в Луганск, где он призывает Путин в виде войска и тому подобное. И я уже обрадовался, подумал, да, наконец-то прихлопнули. Видео разместил один товарищ, кстати, я этому товарищу сейчас, пользуясь случаем, передаю, что я не могу тебе ответить, я заблокирован, еще 4 дня буду. И я решил посмотреть, что же там такое. Давайте посмотрим. Назначение новой власти не соответствует ни Конституции, ни... Назначение новой власти не соответствует ни Конституции, ни чему. Это преступление, что ли? Ну, любой гражданин нормального государства может сказать это в отношении своей власти. Не запрещено, нет нигде закона за критику власти там сажать. Но если это нормальная, конечно же, страна Украина, страна государства. Государство ненормальное, ненормальное, где преследуют за критику власти. Поэтому вот такое вот высказывание, это без сомнения подпадает под какую-то статью. Я, допустим, могу сказать там, я презираю вашу власть, я украинскую власть ни во что не ставлю, плевал я на вашу власть, дерьмо это собачье, а не власть. Ну и что, и какая-то статья у Головного кодекса, что вы бредите или что. И вот дальше надписи, что типа там на этом митинге говорил Ефремов. Итак, нардеп Александр Ефремов появился возле здания облсовета, чтобы обратиться к депутатам, не признавать Украину, провести референдум, попросить военную помощь у России. Ну и по-видимому сейчас будет это на видео, правильно? Александр Ефремов, не придавайте! Благский пожал! Благов! Благодаря! 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 Это все видео, где показан Ефремов. И в дальнейшем там тоже его покажут, он будет стоять. Извините, а где здесь на видео он призывает не признавать Украину, не признавать Украину? Где он призывает вести войска Путину и провести референдум? А дело в том, что настоящий такой патриот, знаете, заскорузлый, кугутский патриот, он слышит то, чего не слышит ухо нормального человека. Он видит ультразвуком, он как летучая мышь просто. Это вообще, я смотрю, мода сейчас появилась, когда берут у кого-то интервью, то озвучивают все за человека, у которого берут интервью. Ну, знаете, чтобы как бы чего не вышло, чтобы лишнее что-то в эфир не попало. Вихід сборной России на параде Олимпийских игр у Рио був засвистанный. Освистали выход сборной России. Сейчас покажут, как Освистали. Да? Хочу зауважить, что карта, на которой демонстрировали Россию, подчас церемонии открытия Олимпиады была без Крыма. Сбірная Украины вышла на парад 195. А зачем видео того, как Освистали? Сказала Освистали, значит Освистали. Дальше вот как раз таки интервью по всем канонам упортості 1984. Юлия Прокопчук, вона попри те, що бере участь у третьей Олимпиады в захвате просто від церемонии открытия, рассказала, что это, насправді, словами не пояснити. Тихо, дай Юлі что-то сказать. Втім, сказала для меня трошки неочекована речь. Організаторы придумали, можно сказать, гарную фишку на церемонии. Кожному атлету вони повинні були роздати по зернятку, який потім потрібно посадить було, власне, під час церемонии открытия. Із цього мав би вирости величезний парк на території району Деодоро. Це один з неблагополучних районів тут, у Ріо. Втім, Юля зізналася, що такого зернятка їй не дали. Ну, я не знаю, як так сталося. Втім, про інші дуже приємні речі вона розповіла. І зараз ви її почуєте. Наконец-то! Я думал, що ми Юлю вообще не услышимо. Но тепер Юля расскажет про остальные приятные вещи. Слушайте. Ну, пока мы шли до стадиона, там вообще кто-то болел, кричал «Слава Україні!» Ну, было очень интересно. Ну, перечисление приятных вещей закончено. Что Юля рассказывала до этого? Может быть, она рассказывала о том, как на її менструальний цикл влияет смена погоды. Я не знаю, вообще, о чём она рассказывала. Но мы должны верить. Мы должны верить. Потому что ухо патриота и глаз патриота, он смотрит глубже, чем ухо и глаз нормального человека. Я же говорю, это модифицированные глаза. Теперь про два села. Это очень, очень интересный репортаж. Новороссийская и родная Украина. Эти села стоят рядом, но они разные, потому что название у них разное. Жители Новороссийского своё имя готовы отстойвать и переконаны, что сепаратизму в себе не допустят. А вот у родной Украине мают власный геополітичный план развития. Опять по тем же канонам журналистского мастерства упортості баба Шура сейчас рассказывает про своё отношение к сепаратистам. Слушайте внимательно, что говорит баба Шура. Баба Шура – ровесниця села Новороссийске. Наразі ей 94 роки и переконует в назве села жодного сепаратизма. Я лично слышу, как баба Шура рассказывает, что её батько приехал туда на конях, потому что там булки хорошие были. Какой сепаратизм она рассказывает. Что вы думаете всё время, а? Вона лише раз покинула село, коли німці погнали на работу, а от біля моря, яке тут за 2 км, жодного разу не была. Это террористы, за ними повторили впевнена бабуся. Назву села готова отстойвать. Ну что, я убеждён, что это 94-летняя бабушка рассказывает о террористах. Да, 100%. Ну, прямую речь не пускают, потому что, да, а почему? Села готова отстойвать. Меняет уже в улице, сказали, города меняют. А на что они меняют? Меняет улицы, города меняют, а на что они меняют? И это значит, что она готова отстойвать и говорила ещё про террористов. Я готов забиться, что она ни слова про террористов не говорила. Ну, как мы проверим? Мы должны поверить. У нас же слух и уши патриотические слышат то, чего нормальные уши не слышат. Компьютер. Это самый надёжный компьютер. Продавчиня переконує, ихнему селу не до сепаратизма. Треба працювати. Буряк, морква, цибуля, редиска. Вот таким занимаются у нас в селах. А работы такого и нет. Да, конечно, она про сепаратизм рассказывала. Цибуля, морква, редиска. Свиньи теперь побежали в город. Какой сепаратизм? Почему? Эта журналистка озвучивает за тех, у кого якобы берет коментарии. Это что, нафиг? Что? Вы что, совсем с ума сошли? Села на Зупинці написано украинською. Не так давно з'явилася церква київського патріархату. И новини люблять теж украинские. К слову, я бы обратил внимание, что хоть у села и неправильное название, Новороссийское, но ветряки стоят. А ветряки это круто, я вам скажу. Посмотрим, что там будет в родной Украине потом. А сейчас, видите, новости они любят украинские. Опять, наверное, сейчас будет прямая речь. Бо я очень люблю Аллу Мазурет. Что он там на самом деле говорил? Может он говорил, что я смотрю ваш ТСН и мастурбацией занимаюсь как раз таки? Бо я очень люблю Аллу Мазурет. Вот тут еще один. Обещает на местном уровне не давать життя сепаратистам. На местном уровне обещают життя сепаратистам не давать. Может парочка есть, но мы их добьем. Пояснюют, люди сделали висновки. А может он про тараканов говорил? Ну вот она спрашивает, а есть у вас тут в селе тараканчики? А он отвечает. Может парочка есть, но мы их добьем. Ну все подивилися, что делается сейчас в Крыму. Но есть населенные пункты, от названия которых сердце радует. Ну это хорошо, что есть такие населенные пункты, от названия которых сердце прямо радуется. Ну вот тот мужик сказал, мы видели, что было в Крыму. А что он имел? Может она его спросила, слышите? А вы хотите это? Ну может она ему сепаратистский какой-то вопрос задала? А он такой, ну не плохо, мы же видели, что было в Крыму. Проста назва для невеликого села – Рідна Украина. Кто хочет, то и робит. Кто хочет, то и не робит. Бачите, сколько перцов. Он перезнимайте. Ніла Роботяща. Дуже переживаю, что кто-то узнает, что кто-то узнает про ее бурьяни. Жителька Рідної Украины переконана – Новороссийского поруч бачите не хочет. В Украине не должно быть Новороссийского названия, не помню. Перцыки он дома изнимает. И очень жарит, что рядом есть название такое Новороссийское. Потому что сама она живет в Рідней Украине. Как я понимаю, в этой Рідней Украине показать вообще ничего. Потому что показали двух человек и не заостряли внимание на построениях. Еї сусідка Олена випрацовала не лише город, а й свою политическую позицию. Мне не надо ни Европы, ни Росии. Мне надо, чтобы была Украина, и чтобы она была много. Чтобы люди тут ожили, процветали и не хотели уезжать в отселях. Из Херсонщины Наталя Нагорна… Да, это просто бомба. Вот представьте себе, берут у меня интервью. Анатолий, скажите, пожалуйста, ваши отношения к каналу 1плюс1? Я люблю тебя. Анатолий рассказал, что телеканал 1плюс1 является самым профессиональным, по его мнению, и выпуски программы ТСН он никогда не пропускает, всегда рад новым новостям. А можно сделать его так. Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устало. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала. Поехали дальше. Самая большая квартира в мире. Украинская власть продолжает ожесточенно бороться с властью предыдущей. Ну, как бы с нынешней-то властью там все кристально честные, а вот тех вот и народу приятно, и безопасно, и денег можно получить. В общем, арестовали некого медианика. И вот телеканал 112 берет комментарий у эксперта по Луганску. И эксперт по Луганску рассказывает, что медианик в свое время назначил миллион гривен вознаграждения за голову пилота, которого обвиняли в якобы нанесении удара по Луганской ОГА. Ну, вы прекрасно помните, что для настоящих патриотов там до сих пор взорвался кондиционер. А для ненастоящих патриотов, знаете, ни для кого не секрет, что это было нанесение ракетно-бомбового удара. Однако же медианик никогда не предлагал миллион гривен за голову. Он предлагал миллион гривен за имя. И тут прозвучала ложь, но журналист она не смутила. Журналист слушает дальше. И дослушался. Покупую в Киеве квартиру загальной площади 270 км. ЖК в Капитоле за адресом Хрещатых 27-б. Вот смутила ли этого журналиста площадь квартиры медианика? Вот я просто даже на лицо его посмотрю. Квартиру загальной площади 270 км. Ну, а теперь спортсменки, о которых мы уже рассказывали. Спортсменки, которые посмели выразить свои соболезнования российским спортсменам, они каятся. Вот и пришло время покаяться. Помните, я показывал то, что показывала Россия? И вот это вот оказывается новая технология. Словами, слова местами поменяли. Вот когда эта барышня рассказывала, большим куском прямая речь без обрезок. Это поменяли слова местами. Ой, да, наверное, хотелось, чтобы всего этого, наверное, не было. Долгий перелет был очень. Она несколько раз будет акцентировать внимание на том, что был долгий перелет. Почему, потом поймете. Потому что они расслабились, расслабились, допустили такую ошибку. Вот потом, когда уже вышел, я не знаю, этот репортаж, начали там кидать нам разные ссылки. Вот как, по-моему, не стыдно такое. Мы даже не могли понять, в чем дело. Посмотрели репортаж, ужас. Все перекрутили, говорили одно, половину было не сказано. За кадром начали говорить какие-то моменты. То есть, ну, очень, очень некрасиво и неприятно все это вышло. Но там же прямая речь. Большим, длинным куском. То, что там за кадром, то дело десятое. Об этом ближе к ночи. А что ты скажешь по поводу большого куска прямой речи? Никаких... Не надо рассказывать про то, что слова меняли местами. Это вы расскажите кому-то там, настоящим патриотам. А патриотам, не настоящим, не говорите этой херни. Они же все преподнесли совсем по-другому. Что вот, ну, все это видели. И нас там обвиняют в каком-то непатриотизме. Вообще непонятно почему. Мы ничего такого не хотели показать, сказать. Очень неприятно, что вот так все преподнесли. А кто их обвиняет в непатриотизме? Российская СМИ или свои же упоротые? Свои же конченые упоротые, которые посчитали, что выражение солидарности коллегам-спортсменам, какая разница из какой страны, да? Это является не патриотизмом. Потому что ребята, не знаю, наши, по-моему, максимально в этом году, не знаю, наполнены патриотизмом. Сюда ехали. Пошли оправдалки прикольные. В стиле как раз-таки этих, тех самых времен, знаете. Да я наполнен патриотизмом. На самом деле ложусь, вот засыпаю под гимн Украины и просыпаюсь с гимном Украины. У меня желто-блокитный, у меня все желто-блокитное. Все были вот в этой нашей желто-блокитной форме, с хорошим настроением. Она рассказывает опять-таки про упоротых, которые на них теперь плохо смотрят после этого репортажа. Что там было в этом репортаже такого? Сейчас совсем, ну не знаю, наверное, по-другому на нас смотрят после этого репортажа. Неприятно, что так все сделали, вот, российские СМИ. И вот она рассказывает о том, что потеряли бдительность. Действительно, долго летели, устали все. Наверное, как-то потеряли бдительность и не поняли, что лучше не вестись на это. Потеряли бдительность. Откуда у этих молодых ребят вот эти вот выражения, вот эти вот выражения? Мне кажется, они на генном уровне у них сидят. Мы потеряли бдительность, мы вычистились, контрреволюция не пройдет. Давай, землю жри. Землю жри бразильскую. Не верю я тебе. Смотрю и не верю. Мне кажется, сепаратизм в тебе есть. Зря это было сделано, мы сожалеем. Все равно не верю. Мне кажется, ты не совсем патриот. Как докажешь вообще? Все принадлежит, не знаю, Украине. Все мои выступления я тоже посвящаю Украине. Давай на колени. На колени умоляю, чтобы тебя простили. Сожалею, что, наверное, дала интервью этому телеканалу. Больше на такие провокации, такие ошибки, наверное, не допущу. Ну вот, это уже ближе. Уже вижу реальное раскаяние. Все-таки на коленках постояла бы, да покушала бы земли бразильской. Ничего страшного. Покушала, покушала бы. Ты, сука, накосячила. Ну вот, все, почти прощена. Теперь давай еще парочку унижений и иди себе. И действительно, мы, не знаю, гордо носим все наши цвета же автоплокрытия, потому что мы патриоты, болеем за страну. Я как идиоты себя веду. Как идиоты или как малые дети, знаете, которых, чтобы в угол не поставили, они начинают, посмотрите, у меня даже ногти патриотические. Мы наполнены патриотизмом, мы наполнены. Как унижаются, унижаются, как последние животные. Загнали себя, добились, живут в тоталитарном государстве. Слово боятся сказать, боятся свое мнение высказать. И все, я такая патриотка. Вообще молодец, покаялась. Принято. Хоть ты и на заметке, но пока что гуляй.